Коллеги, добрый день. Начинаем пресс-конференцию, пройдем на благотворительной акции «Помощь Дима». Она, поэтому, проходила 16 декабря в Санкт-Петербургской Академии. Участвовали, выступали Олега Сбирько со своей группой, Руслана, артисты 95-го продала. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, хочу поздравить город с тем, что это событие состоялось. Событие было направлено, как уже отмечено было, на то, чтобы, первое, провести в городе глобальное, очень патриотичное мероприятие, как то елка для детей участников боевых действий. И, второе, собрать деньги на то, чтобы оказать посильную помощь тем детям, родители которых погибли, родители которых, отцы которых там пропали без вести, либо находятся в плену в результате АТО. То есть, вот такую вот святую цель, инициатором концерта и вообще это глобальное действие, оно таки состоялось, несмотря на то, что многие не верили в то, что это возможно и так далее. Поэтому я хотел бы сразу слово передать человеку, который стоял у истоков, человек, который пришел с этой потрясающей идеей, в которую сложно было поверить самим, и человек, который сумел заразить этой идеей всех участников, весь оргкомитет, грубо говоря, этого мероприятия. Это Виталий Бринзер, об идее, об истоках. Спасибо. Я так понимаю, как это все у нас получилось, да, об организационных моментах. В общем-то, идея проведения благотворительных мероприятий возникла на обычном волонтерском желании помочь детям именно в канун Святого Николая. Базой стало то, что мы в свое время сделали более, несколько десятков концертов в АТО. Вот здесь находится Катя Чернявская, которая была в АТО, в том числе и с концертами, ну, наверное, больше, чем некоторые участники АТО. Ну, я имею в виду, там есть участники АТО, там прокуроры, какие-то представители милиции, которые, побывав три дня в АТО, сделали себе статус АТО. Так вот, Катя Чернявская в свое время организовывала концерты, а я просто вывозил. И возникла идея провести, перенести эти концерты в города. Значит, это мой второй концерт, первый был, мы провели его 29 сентября в ККЗ Украина. Там мы поддерживали инвалидов АТО. А здесь, в канун Святого Николая, в общем-то, грех было не сделать такое мероприятие. Организационно поделились мы на несколько команд. То есть, была команда Тани Чернявской, Гайворонская, извиняюсь. Которая проделала громаднейшую работу по сбору информации о нуждах детей, чьи родители погибли в АТО. То есть, в ее команде работало несколько волонтеров. Это очень тяжелая работа, начиная от сбора. Почему? Потому что данные нам власти не давали. В основном мы собирали это от командиров военных подразделений. Даже получали мы данные из Европы, от европейских волонтеров. Так как у нас, в нашей группе, не было своего юридического лица, мы пригласили в качестве юридического лица всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО, руководителем которого является Олег Головков. Ну, в принципе, основные моменты такие. По организации, по самой организации, то есть, то, что хотел отметить, что концерт мы провели с группой непрофессионалов, организовали два концерта за два месяца. То есть, нам в эти сроки не поверили даже сами артисты, которые выступали на концерте. То есть, что мы за два месяца смогли провести два концерта в один день. Самым большим достижением, я, конечно, считаю, это первый концерт детский, который был бесплатный для детей, чьи родители были в АТО. Почему? Потому что те деньги, которые мы собрали на втором концерте, это всего лишь деньги, и мы финансовые проблемы этих семей не порешаем. А то, что у детей остался этот праздник на всю жизнь, то есть, праздник Нового года, праздник Святого Николая, я, как бы, уверен, что это гораздо больше вклад вот от этих концертов этим детям подарок. Вот, ну, так в двух словах, в принципе. Томас, пожалуйста, вам слово. Ну, я тогда продолжу просто мысль о том, что детский концерт действительно был большим эмоциональным и не только подарком, а впечатлением для детей. Один из важных очень аспектов режиссуры и постановочной работы это создание атмосферы. Пожалуй, самый важный аспект. И вот, когда я занимался детским концертом, категорически для себя запретил кого-то приглашать. Идея была такова, что люди должны сами прийти и предложить свои услуги. Только таким образом могла быть создана атмосфера, которая была создана. Все до единого человечка, все до единого коллектива, до единого участника. Это были, назовем их правильно, тоже волонтеры. Просто был брошен в определенных творческих группах клич. И вот кто пришел, кто обратился, тот и участвовал в этом концерте. Именно вот благодаря этому было сделано то, что было сделано. Ну, коллегам-журналистам, наверное, нужны все-таки какие-то мерилы, от чего плясать. Поэтому я их приведу. Творческая организация, государственная организация творческой культуры подобного рода концертам, всем коллективам, всем колхозам, всей толпой занимается минимум месяц. В данном случае это делалось, по сути, двумя людьми. И делалось гораздо меньше. А точно так же, несправедливо будет не сказать, тоже, опять же, если мы говорим о мерках, и когда мы говорим, опять же, о деньгах, несправедливо будет не сказать такую вещь, что благодаря многим и многим-многим людям оба концерта, собственно говоря, состоялись и что-то заработали. И либо состоялись вообще как детский. Приведу пример конкретный совершенно. Вот при нормальном, неволонтерском подходе к детскому концерту, такое мероприятие по самым минимальным меркам стоило бы около 90 тысяч гривен. Нам оно обошлось, по-моему, тысячи в три-четыре было затрачено, конкретно на детское мероприятие, не считая подарков. То есть вот ощутите разницу. И это без звезд. Если говорить о концерте вечернем, то там просто цифры совершенно другого порядка возникают. Я добавлю, 245 участников. 236, если быть точным, ровно 236 участников было в концерте. Это 9 творческих коллективов и 8 солистов. Но там не только были дети, и это тоже было очень приятно. Тут эмоциональные моменты, опять же. Там были взрослые вполне и состоявшиеся артисты. Самым трогать, одним из самых трогательных моментов был за два дня, буквально утренний звонок, который поднял меня, больного уже, с постели Ниночки Шестаковой, которая позвонила и сказала, я слышала, ты делаешь такой концерт, меня не было в Харькове, почему я в нем не пою? На мое объяснение, что концерт волонтерский, бесплатный и все остальное, Нинка выругала меня, извините, и сказала, что я же интернатская, как я не спою для детей? И вышла на сцену. И вот такие вещи были очень ценны. И благодаря этому была создана эта программа, эта атмосфера, этот подарок для деток. То же самое было очень приятно, работать со звездами. Их отношение было таким же самым. Когда вышла за кулисы Руслана, задала вопрос, что я рублю? Снегурочка и подарок одновременно, сейчас представит тебя Дед Мороз. Загорелись глаза, она вышла на сцену. Этого не сыграть. Вот этого не сыграть. Поэтому, ну, не знаю, невероятные слова благодарности всем тем людям, которые в этом участвовали. Которые это подарили детям. Я хочу поблагодарить все коллективы. Перечислить сложно. Я не перечислю сейчас 230 человек. Вот, и даже все коллективы. Но, огромное спасибо. Люди, которые помогли, чтобы это состоялось. Вот, юридический университет. Это невероятный вклад. Совершенно невероятный вклад в то, что произошло. На сегодня это лучший концертный зал в городе. Это очень дорогой концертный зал. Он нам был, что называется, подарен на целый день. Если говорить об экономике этого момента, она очень серьезная. Она в десятках тысяч. И у нас это получилось. Да, спасибо. Спасибо большое. Я тогда, наверное, про комиссию расскажу. Каждый из нас занимается волонтерством уже более полутора лет. И мы все поняли одну вещь, самую главную. Что в волонтерстве, в первую очередь, наверное, должна быть отчетность. Причем прозрачная, доступная и максимально открытая отчетность. И, понимая это, мы, в принципе, прикладывали и прикладываем все свои усилия, чтобы как можно больше уделить внимание именно отчетности. И, смотря на эту ситуацию, на одном из первых собраний нашей группы, вот, в принципе, в зале вся наша группа, мы приняли решение о создании независимой комиссии, которая будет заниматься распределением собранных средств именно среди детей, чьи родители погибли в АТО. Татьяна занималась сбором информации. И, по-моему, мы собрали около 200 семей. Ну, собрали много, а вам звонили 170. Как уже было сказано, мы по крошечкам собирали эту информацию. Мы планируем ее передать комиссии. И дальше уже будет работа комиссии. Наверное, самое главное при поиске членов комиссии мы уделили внимание тому, чтобы эти люди, ну, скажем так, имели кредит доверия в обществе среди харьковчан, также, чтобы эти люди были относительно известными. И, в принципе, на наш взгляд, мы хорошо справились с этой задачей. Мы нашли людей с безукоризненной репутацией. Это очень известный харьковский, хотя он известен далеко за пределами Харькова, поэт и писатель Сергей Жадан. Это историк и журналист Филипп Дикань, я смотрю, тоже в зале присутствует. Общественный деятель и главный врач детского специализированного дома ребенка Роман Моробян, кстати, Моробян в нашем случае находка, потому что, к сожалению, среди потребностей детей были случаи, когда детям нужно лечение. И тут вот обязательно нужен профессиональный взгляд на ситуацию. Также в комиссию войдет некоторое количество организаторов. Обязательно Татьяна Гайворонская, которая обладает всей этой информацией о потребностях детей, жена погибшего, тоже Катерина Новикова находится в зале, жена погибшего, защитника Украины, который удостоен ордена замужества третьей степени и народной награды, народный герой Украины. В комиссии мы передаем все данные, которыми мы обладаем, и мы надеемся, что по каждой семье, по каждому ребенку, по каждому случаю будет рассматриваться ситуация отдельно, и методом голосования будет решаться, сколько и в каком объеме, и куда пойдут собранные средства. Спасибо. Извиняюсь, Татьяна, вот то, что мы говорили, там еще два места из того количества. Да, в принципе, у нас на сегодняшний день мы планировали собрать комиссию из девяти человек, у нас комиссия из семи человек, поэтому мы можем рассмотреть кандидатуры и с удовольствием искать варианты сотрудничества в комиссии. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Спасибо. Хотел бы не писать, что вы все-таки известны уже суммы, которые собрали... Да, да, значит, смотрите, по финансовым итогам концерта на сегодняшний день, к сожалению, нам не удалось собрать тех сумм, на которые вы рассчитывали, честно скажу, но на сегодняшний день цифра, готовая к распределению, у нас составляет 268 644 гривны 98 копеек. Это чистый, готовый остаток, который пойдет к комиссии с предварительными предложениями определенными девочками, которые обзванивали эти письма, и мы будем выносить о том, что семьи, о том, что мы будем выносить, говорить, вот потребность такая, такая, такая. Если комиссия будет принимать, либо где-то... То есть все вот это будет прозрачно. Относительно самого концерта, значит, у нас получилось, что реализация билетов составила 463 815 гривен, спонсорские взносы прямые, там, где деньгами, 25 тысяч гривен. Есть еще ряд мероприятий, которые мы тоже сюда привлекли. Это, если помните, у нас некоторое время назад состоялся джаз-фестиваль, который организовывал Евгений Кулиш, и оттуда мы получили 3550, там, минус расходы, получилось 3444 гривны, а не сюда же мы их плюсуем, и должно быть еще 1800 гривен, это с интернет-билета тоже должны зайти деньги от реализации билета. То есть еще эти же, эти зашли деньги. Все эти же деньги сюда добавляются, то есть они тоже пойдут сюда под распределение. Значит, по расходам, значит, реклама, мероприятия нельзя было бы провести, если бы не были затраты на рекламу, 32 тысячи гривен, это 32 612 гривен, это все затраты на рекламу. Была поездка в Киев, там, где приходилось ездить, вот она обошлась полностью в 2 567 гривен, 2 567 гривен. Значит, организационные расходы, это те расходы, которые мы вынуждены были тратить на бензин и так далее, и так далее, на наем определенных, это 16 тысяч 17 гривен 74 копейки. Значит, комиссия за продажу билетов. Мы должны были приглашать, привлекать к реализации билетов в специализированной организации, там существует комиссия. Они сделали нам скидку, но все равно это те деньги, которые мы по-честному должны были заплатить. Мы их заплатили 16 тысяч 17 гривен 74 копейки, это заплачено. Извините, 5 тысяч 976. Обслуживающий персонал. Очень много было того персонала, там, где профессионалы, мы этих людей, они не работают бесплатно, они шли с определенными скидками, но это чистые 50 тысяч гривен, это то, что было согласовано с ними. Техническое обеспечение обошлось совокупно 56 940 гривен 56 тысяч. Значит, бытовой райдер артистов, ЖД-билеты, гостиницы, питание, все-все-все, это 45 575 гривен 68 копеек. Вот. Новогодние подарки. Нам на первом утреннике, на детском, были розданы около тысячи подарков, значит, детям половину из них нам дали бесплатно, вторую половину мы выкупили. Это было... Со скидкой? Да, со скидкой, да. То есть, это было потрачено 13 925 гривен. Итого общие затраты 223 614 гривен 2 копейки. То есть, все эти деньги, там первичная документация, все чеки, все квитанции, все это на сегодняшний день подшито, подшивается, скажем так, это вся информация абсолютно открыта. Мы хотим задать определенный уровень волонтерских мероприятий, волонтерской организации, волонтерских движений. Ребята, максимальная открытость, максимальная подтвержденность бумагами. Там, где наличка, то это наличка из личного кармана. Ну, то есть, вот просто хочется задать такой уровень. Поэтому, где-то нам удалось ему соответствовать на сегодняшний день, 268 644 гривен 98 копеек. Это та сумма, которая пойдет на основную цель. Но мы же с вами должны понимать, что кроме основной цели, как отметил Виталий, как отметил, значит, у нас с вами есть потрясающее мероприятие. Это детский утренник, и случайных детей там не было. То есть, вот такое вот. Хотелось бы сказать, да, очень мало спонсоров и взносов. Очень мало. Но я могу перечислить организации, которые не просто, ну, были там не спонсорами, но они выкупили значительно какую-то часть билетов. Просто вот для своих сотрудников. Это тоже определенный вид спонсорства. Мы здесь очень благодарны. Вот. И однозначно признаем их здесь. Есть прямые перечисления. Спонсоров мы оглашали. Спонсоров, значит, это основным, конечно, генеральным спонсором, благодаря тому, что был предоставлен зал. Это национальный университет, юридическая академия. Ну, и артисты тоже его спонсорили. Да, АВЭК. Это Тарас Сетенко присылал, значит, и выкупал билеты. Автальмика, прямой спонсор. ПФ Полимер, ИВК Техника, ООО Укртехника. Нельзя не отметить тех ребят, которые отработали этот концерт и реально помогали. У нас есть большая заслуга спилка самооборон Украины. Там еще не все мы пересислили. Сеть спортивных клубов Малибу. Да, сеть спортивных клубов Малибу. Да, огромное им спасибо. Они помогали, их помощь была реальна. Кстати, Кулиничи тоже нам помогали. Кулиничи размещали нашу рекламу у себя бесплатно. То есть, тоже благодарны здесь. Я же говорил, вот сеть самооборон, охрана, обеспечение безопасности на них. Максим Зеленский, значит, со спилкой ВОЛ ЮА. Обеспечение трансферов артистов, движения, сопровождения. Огромнейший вклад на самом деле. Естественно, все девочки, вот сейчас, которые сидят в зале, те, кто сам своими руками лепил это мероприятие. Количество бессонных ночей, количество затраченных нервов, где-то там отобранного времени у детей, у жены и так далее. Ну, ребята, но праздник удался. Здесь огромное спасибо, в ноги поклон всем, кто сумел это все организовать. Вот, помогли, сделали. Относительно спонсоров, хотелось бы сказать, да, было большим удивлением для тех, кто организовывал, относительно того, что спонсоры Харьковские, большие финансовые учреждения, сети ритейла, как-то так осторожно, осторожно, мягко, но отказали. Вот. И кто-то, может быть, не поверил в нас, кто-то, может быть, не поверил в то, что удастся реализовать, кого-то, может быть, смутила тематика, кто-то хочет, ну, стесняется темы АТО, войны и так далее. Ну, ее стесняться нельзя, знаете, она есть. Она есть, она рядом, и она болит. Поэтому, я надеюсь, что то, что это получилось, это будет им показателем того, что они утратили просто хороший шанс на хорошую, красивую, имиджевую рекламу. Поэтому утеряли шанс, рвите волосы на себе сами. Второй раз, может быть, мы предложим поучаствовать. Спасибо. Да. Можно обсуждать такая тема в социальных сетях, что часть денег, которые вы получили в объект благотворительного концерта, будет потрачена на детский сад в Башкировке. По детскому саду, я могу сказать, в общем-то, вот эти деньги, у нас есть документ, который заключила, заключила группа организаторов, волонтеров, которые не имеют юридического лица, непосредственно с юридическим лицом, и там четко прописано, что эти деньги должны пойти именно на детей, чьи родители погибли в эту. Вот сейчас я, собственно, ну так получилось, что в результате этих мероприятий мы не смогли помочь непосредственно детскому садику 93-й механизированной бригады, и я сейчас обращаюсь и к журналистам, и к руководителям предприятий, то есть эти деньги мы трогать не можем, но у нас есть возможность, скажем так, собрать и помочь этому детскому садику, собственно, я сейчас непосредственно вот с Ириной Белецкой, которая непосредственно занимается этим детским садиком, смета там около 2 миллионов, детский садик находится в плачевном состоянии, то есть частично мы собрали какие-то стройматериалы, частично их не хватает, ну, в общем-то, смета около 2 миллионов. Сейчас мы этим вопросом вдвоем вот с Ириной Белецкой занимаемся, я приглашаю всех, вот, ну, не получилось на День Святого Николая организовать праздник для детей, чьи родители, собственно, непосредственно сделали Харьков мирным городом, то есть это основное военное подразделение, которое находится в Башкировке, по чему им, в общем-то, такая просьба ко всем, как он так, неравнодушным харьковчанам. Подразделение находится в счастье? Само подразделение, да, в настоящее время отцы их находятся в счастье, частично, а сам непосредственно детский садик... А? Уколо 2 тысячи человек. Да, ну, у меня там сын служил, поэтому я хорошо знаю. Спасибо большое. Можно еще вопрос? По поводу распределения средств. Средства будут распределяться на детей, на семьи, по всей Украине? Да, это семьи со всей Украины, то есть примерно сейчас изучены их потребности, сейчас уже, ну, извините, вы были вынуждены мягко проверять информацию, то есть здесь уж не обессудьте, почему? Потому что мы должны иметь полную информацию при этом распределении, и пока что у нас сомнений в том списке, который есть, вообще никакого нет. Вот, то есть объективно это те семьи, которые и нуждаются, и должны бы им помочь, и в первую очередь. Сколько это нужно? 175 семей, это те, которые потребности зафиксированы. Это именно у нас. Ну, я могу сказать, что есть еще два, в принципе, фонда в Украине, которые готовы делиться своими списками, готовы, скажем так, сотрудничать. Это фонд Русланы, это фонд Богомолец. У них тоже, у Русланы тоже около 100 семей, и у Богомолеца около 500 семей. Это те, что на учете. Спасибо. Еще вопросы. Да, пожалуйста. У меня в том, что у меня был вопрос на это, когда я говорю, что мы просто дополним речь, по поводу того, что на этот день это у нас придется только официально получившись... Да, давайте я отмечу, да. Значит, ситуация в чем в том, что в этот список, кроме того, что здесь семьи бойцов, которые погибли, семьи бойцов, которые находятся, скажем так, в плену, здесь семьи еще пропавших без вести и тех бойцов, которые не получили статуса участников боевых действий, потому что они туда попали в тот период, когда у нас, ну, у нас не было с вами ни армии, ни вооруженных сил, ни милиции, ни правопорядка. И это люди, которые добровольцами туда пошли, они не получили статуса военных, ими занимается, как погибшими, обычная гражданская прокуратура, ну, вот, расследование в случае гибели. Поэтому эти семьи тоже включены в этот список, и они тоже, мы постараемся их тоже как-то попытаться обогреть. Да, надо отметить, что сами артисты были, в принципе, у нас основными спонсорами, во-первых, потому что, если бы мы даже попытались заговорить речь об их гонорарах, то наш бы концерт стал далеко не благотворительным, мы бы еще должны были доплатить. Вот, здесь им огромное спасибо, значит, были подарки, были подарки, это ручная работа, сделанная Богодуховским детским домом, вот, да, там детский дом детей-инвалидов, это ручная работа, ну, для нормального, ну, извините, да, для человека безограниченных возможностей, эта работа очень тонкая и сложная, а когда человечек это делает, и он знает, для кого это делает, работы были потрясающие, поэтому, вот, Олег Скрипка, Руслана, 95-й квартал, ребята, получили по такой вот работе, это ручная работа, вышивка, бисер, и так далее, ну, очень красиво, очень достойно. И еще вопрос по поводу семей, как лучших солдат, вы выполнили гигантскую волонтерскую работу, есть работа государственная, необходимая, в процессе подготовки мероприятия вы на немка общались с семьей, и как вообще происходит, помощь происходит, ли она вообще, комитетная. Тут, наверное, Татьяна должна ответить на этот вопрос. Знаете, можно у Кати спросить, если она в состоянии обменяется, как человек из-за логики Катя. Ну, ты в двух словах скажи еще раз, кто Катя, потому что не все знают. Катя, у тебя логика. Иди сюда. Иди, присядь. Да, присядь. 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 Катя Новикова, жена погибшего защитника нашей страны. Он пошел добровольцем в 92-ю бригаду. С Катюшей я познакомилась летом, когда она получала за своего мужа вот этот вот народный орден, правильно? Волонтерскую видаль народный герой Украины. Народный герой Украины, да. И когда мы заговорили уже в организационном процессе о этой комиссии, я посчитала возможным предложить ребятам пригласить Катю в эту комиссию. Как человека, скажем так, из этой целевой аудитории, как человека, который на себе это все прочувствовал, как человек, который, она, кстати, не просто пришла в комиссию, она очень активно, она вовлеклась в этот процесс и помогала даже в обзвоне. Были такие моменты, когда не все женщины, не все жены как бы открывались, шли на контакт, и Катин вот как внутренний вот этот момент. Я тогда переописую вам вопрос, который я задавал. Прокомитивайте, пожалуйста, что у вас со стороны государственных учреждений? Какая помощь есть или не есть? Вообще трудно ответить на этот вопрос, потому что единственная помощь на государственном уровне это были выплаты за погибшего. При оформлении всех документов на эти выплаты везде, где можно, ставят палки в колеса, посылают за одной справкой, чтобы сделать еще две, потом еще третью, пятую, десятую, то есть это все растягивается на месяца. Так как я на тот момент не работала, то мне это удалось довести до логического завершения, до выплаты. Если жены работают, я не представляю вообще, каким образом они все это оформляют и так далее. На данный момент, если брать город, помощь городских властей, может быть, это только касается лично меня, но она отсутствует, полностью отсутствует. Хотя недавно, насколько я знаю, депутаты от самопомощи, они пытаются продвинуть какую-то программу новую, новую, не новую, то есть пытаются программу помощи атошников и семьям погибших. На что глава ответил, зачем нам программа, мы и так помогаем. Так вот, я хотела бы знать, кому именно он помогает и каким образом. то есть те жены, с которыми общаюсь я, помощи не получили никакой. То есть это даже не материальная помощь, нет, это просто помощь в том плане даже должны быть социальные карточки какие-то на детей для медицинского обслуживания. Никто никогда даже не позвонил и не спросил, оформили ли мы эту карточку, получаем ли медикаменты, в общем-то никому это не интересно. Если мне надо, я должна сама идти, просить лбом об стенку биться. Ну и как бы много нюансов, которые до нас собственно не доходят. Краем уха где-то мы слышим, что выделены какие-то финансы в горбюджет для того, чтобы в поддержку помощи семей погибшим. То есть это краем уха где-то кто-то услышал, потом раз это все затихло, начинаем звонить в горбюджет, ой, вы знаете, вы не первая, кто звонит, мы не знаем, об этом мы ничего не услышали. То есть если начался прозвон, значит деньги поступили, потом они куда-то просто исчезли. Ну то есть это не единичный случай. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от мероприятия. Ну за мероприятия огромное спасибо всем организаторам. Во-первых, кто эту идею создал, кто был вдохновителем, и потом всей-всей команде, кто присутствовал, очень большой вклад от каждого. То есть возможно кому-то покажется, что где-то кто-то делал маленькую работу, нет, маленькую работу не делал никто, то есть все были задействованы по максимуму, все отдавались на 200, на 300 процентов, потому что знали, что это праздник для детей в первую очередь. Поэтому всем огромное спасибо, впечатления ошеломительные. Спасибо. Если нет вопросов, тогда мы заканчиваем. Спасибо вам. Можно просто? Да, пожалуйста. Да, в общем-то у нас на этих концертах наша благотворительная деятельность не заканчивается. То есть сейчас я уже организовал европейский тур, начиная мы с Прибалтики, уже есть конкретные даты, есть договоренности с коллективом Русланы, с 95-м кварталом, то есть это будет 6 концертов в Вильнюсе, в Риге и в Таллине. Цель этих концертов познакомить европейскую публику, ну в первую очередь с украинской культурой, почему? Потому что к сожалению как бы Европа к нам хорошо на уровне главы государств и руководители не относилось, там работает российская пропаганда и украинского телевидения там нет и в общем-то люди очень плохо понимают, что происходит в Украине. Ну так же как мы плохо понимаем, например, никто же не осознает, например, что между Азербайджаном и Арменией на горном Карабахе идет 25 лет в войне. примерно так же жители Европы относятся к нашей вере. Поэтому с целью пропаганды через артистов, через украинскую культуру мы решили организовать этот тур. Начинаем мы с Прибалтики, это майские праздники, поэтому всех, у кого есть возможность приезжать на эти концерты, мы уже договорились, что мы будем организовать какие-то туры автобусные на эти концерты, то есть в любой из городов в Вильнюс, Рига, Таллинн можно приехать на концерт. То есть это 30 апреля, 1 апреля и 4 мая и 4 мая это заключительный концерт в Риге на день независимости Латвии. И есть у меня еще уже договоренность с Макаревичем предварительно, но это если получится у меня по времени, то я еще организую еще один такой благородительный концерт в Харькове, ну для того, чтобы помочь, потому что денег не хватает, для того, чтобы существенно как-то помочь теми семьями, которых на информацию собрали. Ну и я хочу сказать огромное спасибо нашей группе волонтеров, сколько у нас там, 17 человек, да? Больше 20, причем это те люди, которые находились в нашей группе, но было еще больше десятка волонтеров, которые помогали нам, не выходя в группы. Ну, например, та же самая Ира Белецкая, которая находилась где-то 80% в Городе Счастья, вот, она в телефонном режиме нам очень много помогла, таких как Ирина Белецкая, было, ну, скажем так, больше десятков волонтеров. Поэтому огромное спасибо всем волонтерам, основная группа находится сейчас здесь, в зале, за то, что мы, ну, во-первых, мы привезли сюда Руслану, он единорганизатор концертов, не решился, не верил, что мы сможем привезти Руслану. Ну, я так вот, в качестве ремарки, Руслану отказались кормить несколько ресторанов за деньги. Только одна единственная причина это ее участие на Майдане. От выступлений ведущих артистов украинских отказались центральные арт-клубы, арт-площадки по причине их, ну, украинского репертуала. Ну, такой вот нонсенс, в общем-то. И те артисты, которые приезжали сюда и думали, что они едут, скажем так, особенно после выборов, это ярко проявилось в Харьков, скажем так, с неоднозначным отношением, они в корне изменили свое мнение и, в общем-то, мы увидели, что в Харькове действительно живут настоящие патриоты, настоящие люди, которые любят Родину и, в общем-то, артисты уехали совершенно с другим мнением о Харькове и о Харькове. Ну, я думаю, в том числе не стоит стесняться называть имена из их организаций для того, чтобы все понимали, что... Ну, мы их перечислить, вопрос не в том, дело в том, что это более 50 организаций, то есть, я сейчас их... Ну, да, я понимаю, я думаю, что это... мне кажется, не стоит обходить стороной этот вопрос. Я не откажу, я у себя на странице в фейсбуке, я это все озвучиваю, то есть, я не стесняюсь, не боюсь, поэтому... Ну, из клуба вы, если вы, те, которые отказали в выступлении, это ресторан Панорама Лаунж, это клуб Миста и клуб Болиоу. Интересно, у меня харьковские арт-площадки, которые отказали в выступлении артистам по причине украинского реберплога. Мы будем заканчивать на такой ноте. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и удачи вам, и будем надеяться, что появятся новые источники помощи вашему проекту, и через вас будет возможность помогать детям, тем, кто нуждается в этой поддержке. Ну, это наш дух. Спасибо большое.